Добрый день, друзья! Давайте посмотрим на игру ПК Бридинг Симулятор или симулятор создания своего персонального компьютера. Ну и прежде чем начать, давайте вообще разберемся, а как собрать свой компьютер. В этом обучающем режиме нам расскажут об основных комплектующих компьютера и о том, что с ними делать. Чтобы установить комплектующий, для начала нужно снять боковые панели. Ок. Вытаскивая боковая панель, можем посмотреть наш блок и давайте снимем. Корпус немного напоминает скелет компьютера. Он защищает основные компоненты и служит им своеобразным обрамлением. А еще он может быть нарядным. Убрали. Одно, и давайте уберем вторую. Замечательно! Теперь, чтобы наш компьютер мог включиться, мы установим блок питания. Перед этим нам понадобится снять крепление блока питания. Крепление блока питания у нас находится внизу. Но перед этим давайте буквально откручиваем вертикальную инверсию. Может уж больно, с ней непривычно. Во, так привычнее. Итак, у нас есть симметр, а че ж так темно. Откручиваем крепление. Отлично. Теперь идем в инвентарь. Смотрим. И вот он наш блок питания. У него есть основное питание. Есть вентилятор и есть модульные порты. Ну и еще обычно есть кнопочка вклывыкал, которые тут решили не делать. Давайте установим. Ставим запчасти и прикручиваем. Блок питания. Отлично. Материнская плата. Сердце любого компьютера. Именно к ней подключаются все основные комплектующие. Окей. Вот она. Материнская плата. Можем посмотреть, из чего она стоит. У нее есть слот для центрального процессора. Чипсет. Порты ввода-вывода. Слоты для PCI. Стойки. Слоты для жестких дисков. Ну и не только. Разъемы передней панели. Питание. Слоты для оперативной памяти. Окей. Ставим. Но чтобы поставить, когда мы выбрали, надо сперва поставить стойки. В зависимости от размера оперативной памяти, будет отличаться количество стойок, которые мы прикручиваем к нашему корпусу. Окей. Теперь прикручиваем саму материнскую плату. Готово. Теперь надо ее подключить. И давай тогда. У нас 24-штырьковый разъем питания материнской платы. Берем его. И подключаем его как раз к такому же разъему питания материнской платы на блоке питания. Кабель мы аккуратно протягиваем с задней стороны. Так. Здесь у нас есть. Возьем передней панели. Прикрепляется к передней части корпуса. Там у нас кнопка вкл-выкл, USB порт, аудио разъем и вот это вот все. Здесь у нас блок намороченный. Это довольно удобно. Позволяет не лезть постоянно в хвост компьютера. Поэтому да, давайте подключим. Подключаем. Тоже аккуратненько по стеночке проводим. Ну и напоследок надо подключить еще 8-штырьковый разъем питания центрального процессора. Тоже его подключаем. Теперь осталось установить центральный процессор. Мозг любого компьютера это центральный процессор. Или ЦП. Он производит расчеты на основании данных от одних комплектующих. и передает результат расчетов другим. Так, нам надо его достать. Ну вот у нас. У него есть его штырьки. И радиатор-кулер. Открываем щиток. Нажимаем, что мы правильно стороной ставим. Ставим. Закрываем. Сам центральный процессор сильно нагревается. Поэтому нам нужна система охлаждения. Для лучшей проводимости тепла между системой охлаждения и центральным процессором давайте нанесем на последний термопасту. Делаем тепленько. Проводились разные исследования, как лучше провинансить термопасту. Надо ли аккуратно размазывать все это слоем. Надо ли рисовать тут пиксик. Ну, говорят, что обычной капельки в центре достаточно. Теперь можно и систему охлаждения установить. По принципу работы они делятся на две группы. Воздушные и водяные. Возьмем для начала самую простую. Такую башенную. Что у нас здесь? У нас есть блок. Крепление. Есть вентилятор основной. Лопасти кулера. И, собственно, радиатор кулера. То, чем он крепится к центрального процессора. Ок. Давайте поставим. Так. И если мы хотим, чтобы отсюда воздух подсасывался и высасывался назад. То, полагаю, стрелочку надо поставить вот сюда. Ок. А как же прикручивать его? Нет? То есть, материнскую плату прикрутить нам дали. Процессор расширкнули. На самом деле тоже надо тщательно убедиться, чтобы у вас правильно была установлена система охлаждения. Но тут мы внутри просто подключаем питание к материнской платье. И еще одна важная деталь – видеокарта. Видеокарта – это такой маленький компьютер со своим процессором и памятью. Она нужна для правильного отображения сложной графики в современных играх. Да и только в приложениях, если вы занимаетесь 3D-рендерингом, обработкой видео, да и нейросетями в наше время. У нас она не самая современная, малюсенькая. Что у нас есть? У нас есть разъем для PCI-шины, куда она и вставляется. Сам графический процессор. Вентилятор-кулер, чтобы ее охлаждать. Возможность иногда мостом подключать сразу две видеокарты. Ок. Что-то нам ничего не мешало. Снимаем запчасть, заглушку для PCI-слота. Ставим видеокарту, вдул с щелчком и закручиваем. Дальше идет модуль оперативной памяти, сокращенная RAM или AZUL. RAM это такая память с быстрым доступом, в которой центральный процессор хранит программы, которые запущены на компьютере. Для того, чтобы у компьютера было больше памяти, можно использовать сразу несколько планок оперативной памяти. Давайте посмотрим. Вот он у нас лежат. Тоже довольно простая вещь. У него лежат чипы памяти, защелки по бокам и сам коннектор. Ок. Завидимся от модели нашей материнской платы. Смотрим. Есть у нас несколько планок. Какими у нас являются партнами, они могут располагаться как рядышком. Так иногда через одно. Открываем защелки. И ровно вставляем оперативную память до щелчка. Это такая память золотой рыбки. Ее мало, зато она очень быстрая. Ок. Почти все готово. Последняя основная деталь – это жесткий диск. На нем установлена операционная система и все программы. А также хранятся пользовательские фотографии, музыка, видео. Вот. Вот. Клантический формат жесткого диска. Сейчас уже есть и SSD диски, которые меньше. И SSD диски формата M.2, которые вообще маленькие-маленькие, но очень быстрые. Но мы поставим себе стандартный. Ок. В данном случае в корпусе у нас есть специальная кардина с выдвигающимися слотами. У нас идет подсказка, что на жестком диске хранится основной объем памяти компьютера. Он сравнительно медленный, но зато намного больше оперативной памяти. Ставим. Я, на самом деле, еще по бокам пару венчиков прикрутил. Но тут, видимо, не нужно. Тут двух щелчков. И прикрепляем что у нас? Кабель SATA, который будет передавать данные. Подключаем его к материнке. Давайте сюда. И кабель питания. Подключаем к соответствующему слоту. Все комплектующие компьютеры накрываются. Корпусной вентилятор будет выдувать горячий воздух из системного блока, что поможет понизить температуру. Лопасти мотор. Ничего особенного. Ставим. И прикручиваем. Можно обычные шеропы. Здесь мы какой-то мощный, богатый ставим. Там можно на резиновой гвозди, чтобы гасить брасы. И было чуть потише. После того, как мы его поставили, надо его, конечно же, запитать. Детали очень хрупкие, так что защитим их заглушками и заодно пыль не будет попадать. Раз. Два. Теперь нам нужно подключить все кабели и запустить компьютер. Окей. Берем всю мышку. Подключаем мышку. Берем HDMI от монитора. Подключаем к видеокарте. Питание. Слот для питания. Ну и мышку поставили, рядышком поставим и клавиатуру. Все. У нас все готово. Нажимаем кнопку включения. И все работает. Поздравляю. Теперь мы знаем, как собирать конфеты. Давайте посмотрим, что себе представляет режим карьеры. Выберите мастерскую. Либо что из мастерских тут платное. Либо из каких-то дополнений. Вот мы можем взять обычную такую мастерскую. В принципе, этот вариант вполне устраивает. Довольно уютный. Тоже, в принципе, неплохой. Давайте возьмем. Такой вот. Окей. Добро пожаловать в стимулятор построения компьютера. Для начала откройте электронную почту на своем компьютере у двери. Вам письма. Давайте. Первое, что мы хотим сделать на своем компьютере. Открыть аудиопроигрыватель. И выбрать какое-нибудь другое радио. Потому что это радио какое-то меня смущает. Есть у нас что-нибудь. Кельтик Мон есть. Получится к нему подключаться. Кельтик Рок. Что-нибудь. Кто-нибудь. Войдем, Моцарк. Вот, пойдет. Так, тут можем выбрать обои рабочего стола, у нас максимально похожи на них, у нас письма, посмотрим. Тимбо 2000 от собака Супермен пишет нам, добро пожаловать в вашу новую мастерскую по ремонту. Привет, извини, что мастерская в таком состоянии, и спасибо еще раз за то, что берешь ее на себя, да пока не забыл. Дела идут откровенно плохо, так что денег на банковском счету у компании нет. Каждый месяц будут приходить счета за аренду и электричество, так что лучше отложить деньги на оплату заранее. Приложил письмо, там работа, поможет хоть с арендой разобраться. Не забывай про термопасту, когда ставишь процессор. Я вон постоянно забывал, и кумб грелся как чайник. Вроде бы все. Это теперь твоя контора, так что вперед руководи, не повторяй моих ошибок. Твой любящий дядюшка Тим. Да, и еще кое-что, я стрелил 15 баксов на бензин, по-братски. Ох ты же дядюшка. Так, и второе письмо, которое он по детям оставил. От Джи Аубин. Тим, привет. Помоги, а. Компьютер тормозит, может я нажал что-то не то, и там теперь вирусы. Спасибо. Ммм, сто долларов. Выровень первый. Задача удалить вирусы. Статус ПК можно запускать. Можем посмотреть, тест произведительность 1084. Окей, пошли, окей, пошли посмотрим ПК. Окей, значит две, эта система может быть запущена и удалить вирусы нужно. Так, иди, где наш стенд. Скорая компьютерная помощь Тима. Полагаю, чтобы собрать второй рабочий стол. Окей, это не второй. Вот, видимо, наш основной. Ставим. Нам надо его включить. Говорят, все работает, просто возможны вирусы. Пункт. Для этой работы нужно будет запустить интивирус. Нажмите кнопку 3 или кабель и подключите к задней части ПК, монитор, клавиатуру, мышь и блок питания. Кабель. Отключаем. Питание. Какая-то USB. И клавиатура. Странно, что тут прикрепляют не очень удобно. Ну и что, я думаю, к этому привыкли. Для того, чтобы установить интивирус, нужно вставить USB-устройство в заднюю часть ПК, войдите в инвентарь, кнопка 1 или установить, выберите флешку и вставьте его в порт. Установить. Инвентарь, сервопасты, USB-устройства, диск для установки, операционная система и программа. Чтобы включить ПК, нажмите кнопку вкл. Шумните по монитору, чтобы запустить операционную систему. Добро пожаловать в Омега, лучшую, лучшую операционную систему. Для установки антивируса выберите установка и удаление программ и не забудьте потом перезагрузить ПК. Окей, с флешкой загрузились. В установку удаления программ нам нужно добавить антивирус. Конечно, у нас самые свежие базы. Чтобы изменения вступили в силу, нужно перезагрузить компьютер. Перезагрузить сейчас. Да. Взвешено файлов почти 450. Ну давайте удалим. Вирусы удалены. Компьютер можно смело возвращать к клиенту. Поднимите его правой кнопкой мыши и вынести в зону доставки. ПК вынести, а не клиента. Окей. Ну, давайте мы же первую выключим. Так, подожди. Удаляем эти вирусы. Нас спросили удалить вирусы. Про установку антивируса. В задании ничего не шло. Это классно. А мне можно просто выключить и все. сканирование. А обратно кабель отключает он сам. Ну ладно. И на том спасибо. Так, ну вот он я. Куда вам его? Давай сюда поставим. Вот так-то. Осталось только забрать денежку. Откройте почту и нажмите на «Принять оплату». Вы справились со своим первым заданием? Бравоу! Возможно, завтра будет еще работа. Так, а у нас тем временем два новых письма. Также от нашего дядюшки Тима. Привет. Познакомьтесь с CloudNotes. Здравствуйте. Недавно я собирал компьютер и забыл, какой блок питания купить для поддержки 3080, который я только что установил. Так может сказать только тот, кто не использует мое новое приложение CloudNotes. Частенько забываете что-нибудь? Нужно где-то отметить то, на чем вы работали? Тогда попробуйте CloudNotes. Это отличное приложение, в котором вы можете писать заметки для сборки ПК и просматривать их когда угодно. Это очень удобно. Оно должно быть готово к установке вместе со всеми другими вашими приложениями. Надеюсь, что это вам поможет. Привет. Дядя Тим. А, да. Я также предоставил вам доступ к прототипу, над которым я работаю. Он также добавит это приложение в ваш инвентарь. Что? Дядя Тим, нельзя написать какое-нибудь пояснение? Вообще, кто работает 1 января? Новый год же. Ладно. Тим. Кое-что интересное. Приветы. Прочитал тут на днях статейку о деловых принципах. И вот о чем подумал. Не пора ли мне возродить скорую компьютерную помощь Тима, а? Первым делом оформил сайт. В статье написано «Ты никто без странички». Глянь, как будет время. www.teamsredhotsreps.com Не поленись, тыкни на браузер. Но оно того стоит. Самый настоящий сайт. Сто лет его пилил. Теперь вот присматриваюсь к местным локациям. Деньги вправду вложены в старую мастерскую, которую ты любезно заправляешь. Но уж я-то выкручусь. Из огня до пламя, как говорится. Мне не привыкать. Короче. Ссылка у тебя. Да и знаете, что думаешь? Буду держать в курсе. Жизнь-то налаживается, а? Дядя Тим. Дай еще кое-что. У тебя в старой мастерской случайно нет чего огнеопасного? Очень советую завести. А зачем мне что-то огнеопасное во мастерской? У меня огнетушители предлагают, видите? Ну как бы огнетушитель со мной взять по-хорошему. Что у вас говорят? Браузер есть. Где у вас браузер? Основка удаления программы. Клобот-Ноутс. Перезагрузить. Сейчас не надо. Может тебе тоже антивирс поставить Подсветка там мне нужна Антивирс в принципе Хорошо бы иметь на своем кнопе Ммм, пока не надо Подумаем еще Что у нас, 85 Пока не можно, для нового клиента надо бы что-то покупать в магазине Так, инструменты и софт Автоотвертло За 8000 все винты закручиваются сами И к кабеле подключаются автоматически Так у вас Догретушители тут есть? Обзавилку О, рейтинг комплектующих Стравительная производительность Процессора и видеокарты За 600 баксов Думаю, можно же бесплатно за это Забудить Вилет равен Позвольт еще до установки комплектующих узнать Стоит ли игра свеч Допутная флешка для установки Операционки Окей Думаю, уже потом можем сделать А пока давайте перезагрузимся У нас есть аналог ботнота У нас есть антивирус А вирусов у нас нет Это хорошо Ну, давайте тогда на этом завершить Пока работа на первый день Думаю, неплохо так поработали Мы можем сейчас Дальше посмотреть Что у нас в Мастерске Гарнитура Микрофон Вот это агрегат Можем сесть Можем встать Встаем мы без анимации Лечь не можем Я бы на самом деле Эту штуку Все доступные работы на сегодня успешно завершены Можно выходить в дверь Завтра будет много дел Подожди Нас уже выгоняют Почем у нас Вот выгонять Посмотрим Что в общем Света Не забывайте выключать Потом говорят Надо Экзоэлектричество платить Поэтому Компьютеры Все Перед выходом Выключаем Тут все Выключено Тут у нас Если оно Я подхожу Ну я сяду И лягу Это же котик Я не знаю зачем им эта штука Я не знаю как ее выключить А вот Наш инвентарь И тут же есть заметки И доступ к этим заметкам Удобно Шкаф для хранения Окей Огнетушителя я у нас не вижу Так Но Есть Календарь В календаре Можем увидеть Что 10 числа Мы оплачиваем счет За коммунальные услуги А 25 числа Нужно будет оплатить Аренду В 500 баксов Окей Ну с понедельника 1 января Мы свой первый заказ Выполнили И давайте Светлана Выходить Завтра будет Отличный день Намасы Увидимся Ну а следующий день Давайте Откроем Потом Большое спасибо За просмотр И Увидимся Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...